Перед полным развалом должна быть минуточка позитива, и сегодня это будет благодарность Радшену, Роману и Ксафи и Сэму, и отвечая на донаты. Вопрос Радшена, как пополнять стим, если это не секрет? Все очень просто, дорогой мой Радшен, так же как и с покупками новых игр, естественно всегда это можно сделать на сайте ggsell.com. Данный сайт является торговой площадкой, на которой вы сможете прикупить не только данную серию игр, но и различного рода новинки. Единственное, нужно обращать внимание на количество отзывов и на рейтинг самого продавца, ну или обратиться в поддержку, если у вас возникла проблема с покупкой еще перед тем, как вы соответственно все оформите. Она работает круглосуточно по любым вопросам, хоть захотите вы купить какую-нибудь игру, или же программное обеспечение, софт или даже подписочку. Но если вам все-таки не втерпешь, можно даже пополнить стим кошелек на данном сайте с минимальной процентной комиссией. Все делается достаточно быстро, а самое главное безопасно. Поэтому залетайте на сайт ggsell по ссылочке в описании, закупайтесь хорошими играми, подписками и наслаждайтесь досугом, дорогие друзья. Всем привет, с вами Спектр. Если что, сейчас уже конец июня 2023 года, и на моей памяти это первый такой случай, когда мы не получили ни трейлера, ни тизера, вообще абсолютно никакой официальной информации по поводу Call of Duty, который выходит в этом году. Хотя на самом деле все прекрасно понимают уже по сливам, какая часть должна состояться. Почему так тянут резину, я не понимаю. В этот же момент нужно чем-то заниматься в данной серии. И тут месяц назад ко мне пришла такая идея, а почему бы мне не проштудировать те части Call of Duty, которые остались нетронутыми? По причине того, что, во-первых, я всю жизнь играл на ПК, во-вторых, я не интересовался в принципе серией, исходя из игр, которые выходили именно эксклюзивно на PlayStation или Xbox или другие какие-то консоли. Недавно я посмотрел прохождение двух, как минимум, эксклюзивных Call of Duty, об одной из которых сегодня пойдет речь. Поэтому, если вы захотите, чтобы я продолжил студировать и рассказывать вам о каких-либо забытых частях Call of Duty, забытых дополнениях к одноименным частям, то напишите, пожалуйста, в комментариях, для меня это будет самой большой мотивацией. А также, друзья, не забывайте про лайки и, конечно, подписывайтесь на канал. Сегодня я хочу рассказать вам про самую позорную Call of Duty на моей памяти. И с учетом того, что сейчас уже 23-й год, как мы понимаем, если открыть список всех частей Call of Duty, то самую позорную выцепить достаточно просто. На самом деле была версия еще хуже, потому что на фоне того, что прошло 10 лет, видосы до сих пор по этому делаются. И если исходить из оценки метакритиков в 33 балла из 100 и юзерскор 5 из 10, хотя, кстати, это еще достаточно хорошая оценка, сегодня я расскажу вам про давно уже забытую и полностью опозоренную часть Call of Duty, которая, к сожалению, является каноном для сюжетки серии Black Ops. И сегодня мы поговорим про Call of Duty Black Ops Declassified. Ну и всем приятного просмотра, поехали! Call of Duty Black Ops Declassified. На сайте, на котором я оцениваю игры, это самая задизлайканная часть Call of Duty. Хотя из метакритика и юзерскора вы, в принципе, представляете, что оценки у нее достаточно негативные. Но чем же это было обусловлено? Давайте сначала немного базы. В 2012 году, в ноябре, выходит Call of Duty Black Ops 2, которую я по сей день считаю самой лучшей частью серии, исходя из сюжетки, ну хотя тут может быть немного разницы, кооперативного зомби-режима и, конечно же, мультиплеера. Это просто потрясающе, это бриллиант данной серии. И гораздо обиднее, что именно такая штука, как Call of Duty Black Ops Declassified, была приурочена к выходу этого настоящего шедевра. Что же это такое? Данную Call of Duty разрабатывали эксклюзивно для консоли PlayStation Vita. И разрабатывала ее не совсем как бы студия Treyarch, которая известна нам по серии Black Ops, а компания Nihilistik Studio. Если посмотреть на список игр, которые они, в принципе, разрабатывали, я скажу честно по себе. Я не знаю ни одну игру, кроме Vampire. В общем, вот такой студии доверили это все дело. Такое чувство, как будто, знаете, про трилогию ремастеров GTA рассказываю. И это Call of Duty выходит в одно и то же время вместе с Black Ops 2. Конечно, ажиотажа от нее, понятно, никто не ждал. Эта часть разрабатывалась эксклюзивно для PS Vita, ну вот нужно им это было сделать. Но как это было сделано по итогу-то? А вот слушайте. Сюжетка в Call of Duty Black Ops Declassified, к сожалению, является теперь уже каноном, несмотря на то, что у нас есть Black Ops Cold War. Мне кажется, даже разрабы попытались залатать какие-то дыры из-за этого позора. Но да не суть. Действие происходит между первым и вторым Black Ops'ом, во времена, когда Вудс, Хадсон и, конечно же, Алекс Мейсон находились под надзором и должны были быть устранены. Что мы узнаем из документации и некоторых файлов и архивов из первой части серии. Но на канон здесь клали, как говорят Нигилистик Студио, мы, конечно, пользователи поддержки Триарк, но я не знаю, что кроме названия они в целом и персонажей могли дать этой части. Сюжетка здесь невероятно скучная. Это просто набор спецопераций. То есть это называется сюжет. Но на деле это спецопераций. В подкреплении в конце каждой миссии вы получаете звездочку, исходя из уровней сложности, на котором вы выполнили то или иное задание. Кстати, геймплей, представленный в этом обзоре Black Ops Declassified, был взят с нескольких каналов, потому что сам игру я, конечно, не проходил, у меня нет консоли. Но, тем не менее, спасибо огромное этим людям за то, что отсняли когда-то прохождение, и материалом, для которого, наконец, можно воспользоваться в плане обзора. Потому что смотрел прохождение Такого Узити три раза в жизни, и два раза на одном и том же канале. А именно, естественно, русскоязычном. Плюсом нужно было заценить некоторые диалоги, для того, чтобы провести параллели с правильным переводом. И на самом деле здесь достаточно всё круто. Вудса, Хадсона и Мэйсона озвучивают те же люди, которые принимали участие в озвучке второго Black Ops. Некоторые реплики, к сожалению, были переведены неправильно, но, тем не менее, разговоров в этой сюжетке минут на семь максимум. Хотя сама Call of Duty Black Ops Declassified, если уж совсем без фейлов, проходится примерно за один час. Тут, опять же, исходим из уровня сложности, и исходим из внутриигровых ошибок, которые у вас могут возникнуть. Так вот, сюжетка представляет собой обыкновенный набор спецопераций, в ходе которой Вудс и Мэйсон просто бегают по каким-то комплексам и выполняют условные задачи. Вот, короче, примерно, как это выглядит. То есть, нас знакомят с некоторыми антагонистами, которых мы вообще не запоминаем. Отношения к первому и надвигающимся второму Black Ops здесь вообще не чувствуется. Плюсом, это не канон в серии, опять же, по слитым файлам, документациям и исходникам из первого Black Ops. Там персонажи вообще другими делами должны были заниматься, так-то Вудса вообще не должно было быть на свободе. И в теории, все, за что зацепляется сюжетка в ходе этих спецопераций персонажей, это попросту выявление того или иного, что было в первой части серии. То есть, к примеру, в первой части был Штайнер, в этой части есть Шлюссель. Хадсон, я кое-что узнал. Неподалеку отсюда проводят какие-то ракетные испытания. Это мразь Шлюссель. Он теперь главный. Кто это? Насрать! Мы с ним знакомимся в одной и той же миссии, в которой сразу его убиваем. Почему мы его ищем? Потому что Штайнер за новую 6 отвечал в первом Black Ops. Шлюссель тоже за нее отвечает. Но кому не насрать? Мы убиваем его? А, кстати, да. Иногда тут будут происходить такие моменты, когда встанет вопрос, а Вудс точно человек или нет? Как в этом плане вообще можно было выжить? Посмотрите, посмотрите на эту катсцену. Что здесь вообще происходит? И технически именно так и заканчивается большинство миссий. То есть мы не получаем абсолютно ничего в ходе полноценного прохождения. Почему это называется сюжеткой, я до сих пор не понимаю. Black Ops Declassified, он банально опозорил весь лор первого Black Ops. И криво начал вторую часть. Потому что люди, которые действительно верили, что нужно пройти эту часть, которая является типа приквелом ко второму Black Ops, действительно нуждаются в их внимании. А между прочим, игра стоила почти столько же, сколько второй Black Ops. Вашу мать! Как? Наверное, вам интересно, чем же в итоге все закончилось. На самом деле есть одно но. В комментариях, которые я читал к полным прохождению Black Ops Declassified, люди некоторые писали, как приятно было пройти за час эту сюжетку, познакомиться с некоторыми хреновыми моментами в геймплее, для того, чтобы наконец увидеть, для чего все это делалось. В самой последней миссии Black Ops Declassified нам показывают Араули Менендеса. И сейчас вот такие... Ну, наверное, оно того стоило. То есть мы выполняем сраные спецоперации, которые имеют еще более суженные коридоры, чем в сраной Call of Duty 4, например. Смотрите, какие коридоры будет в Black Ops Declassified. Я понимаю, PS Vita. Нам показывают Араули Менендеса, который просто уезжает. Мы убиваем его отца. Как вы думаете, а батя Менендеса вообще хоть как-то будет потом фигурировать-то во втором Black Ops? То есть люди за что-то ж платили, да? Покупали эту игру когда-то? Нет? А вообще нет? А, ну тогда обычная спецоперация. Алекс Мейсон прикрепляет С4 ударом ножика. И... Да... Как бы я ничего не понимаю. Вылазки происходят в рандомную точку. То есть спецоперации Мейсона и Вудса это в принципе неплохая идея. Потому что, к примеру, я помню, меня заставляли делать ролик, где Мейсон пропадал 30 с лишним лет во втором Black Ops'е. Если вы выполняете его концовку на возвращение. Я не знал, что сказать. У меня не было инфы. Но даже в этом случае я бы мог что-то попробовать придумать, хотя бы оригинального в этом плане. То есть формально Вудс и Мейсон просто летали по городам, находили какую-то цель и спасали каких-то заложников, которые никак не фигурировали. И все это комментирует Кейн, или как его там зовут? Ричард Кейн, по-моему, перед брифингом каждого задания. И говорит, типа, вот Вудс и Мейсон были здесь. На этом все. Всем спасибо. Давайте посмотрим, что там было по итогу. Никаких финальных кат-сцен, никаких финальных подытоживаний. Персонажи абсолютно не разговаривают друг с другом и даже не шутят в этом плане. Это по поводу сюжета. Искусственный интеллект Black Ops Declassified, конечно, полностью поражает. Дело, скорее, даже не в противниках, а в союзниках. Когда вы проходите данную миссию, простите, спецоперацию, я не могу сказать, что это миссия, потому что здесь нет сраных контрольных точек. То есть, если вдруг ваш заложник попадает под гранату противника, или вы случайно ее кинули, он не убежит, он взорвется. И миссию надо начинать заново. Если по какой-то причине сам враг застрелит оперативника, ну, так получается, допустим, он присел, и тот оказался у него на уровне, да? Вы начинаете миссию заново. Если в моменте слоу-моушена вы чуть-чуть не довели прицел, ну, такое тоже бывает, да, стандартная ошибка, вы начинаете миссию заново. Если вам нужно кинуть осколочную, или, к примеру, флэшбэнк, вам нужно было тапнуть на экран, и затем навестись на место, куда будет кинуто граната. То есть, управление это что-то. И то же самое касается рукопашной атаки. В игру было добавлено два оружия из Modern Warfare 3, если не брать в расчет, первый блокоп с его снаряжением. Это дробовик Страйкер и ПП-90М1. Здесь, к сожалению, я правда не силен. Если это не канон по оружиям, которые были в те годы, а это где-то 70-е, приближающиеся даже 80-е, можете, пожалуйста, написать в комментариях, будет интересно тоже прочитать дополнение. Но саунд-дизайнера, видимо, тоже наняли буквально с улицы, потому что... Окей, это еще не все. Они ввели сюда режим выживания, который был в Modern Warfare 3. Помните, каким он был прекрасным? Огромная карта, огромный арсенал, халявный перк, который ты можешь забрать. И плюсом покупка абсолютно любого оружия и снаряжения. В Black Ops Declassified непонятно, зачем этот режим вернули, имея при себе ничего, кроме пехоты. То есть, да, ты выживаешь, да, ты стреляешь. Но при этом сброс оружия, который есть в этом режиме, дает вам рандомное оружие. То есть, у вас, к примеру, есть пулемет. И вы не видите, что находится в коробке. Вы играете в сраный поле чудес с Якубовичем и сектором приз. И если вы выбираете приз, то может быть сраная тыква. Ну, серьезно, что это такое? Ни джаггернаутов. Ни химической атаки с противниками в противогазах. Ничего. То есть, это просто обычная выживалка. Мультиплеер немного порадовал. Читал статью, что Black Ops Declassified даже отчасти был сделан именно для мультиплеерной составляющей. Но большая часть наработок была взята, опять же, с предыдущих частей Call of Duty. Карты, которые претендуют на оригинальность, это просто рискины из предыдущих частей. Например, есть карта Container. Это странный шипмент из Call of Duty 4. Nuketown. Он присутствует в каждой части Black Ops. Здесь я не спорю, это хорошо. А также карта с полигоном, которая целиком и полностью была взята с карты Firing Range из мультиплеера Call of Duty Black Ops 1. Кстати, посреди сюжетки Black Ops Declassified, в принципе, можно заметить карты из первого Black Ops. Например, в задании, где нам нужно со снайперкой прикрывать особо важные цели, я даже не заморачивался, если честно, кто это, мы просто видим карту Гавана из мультиплеера первого Black Ops. Кстати, чтобы вы понимали, мультиплеер Black Ops Declassified NPS Vita до сих пор живой. Я сейчас не шучу. Когда я увидел статистику, у меня появился такой вопрос. Я периодически играю в мультиплеер первого Блобса, где средний онлайн, ну, 100 с небольшим человек. И на самом деле, человек, так, 20-30 можно найти в Black Ops Declassified. Чтобы вы понимали примерно по статистике, в Call of Duty Ghosts и Advanced Warfare примерно такой же онлайн. Ну, по крайней мере, в определенное время суток. То есть люди, правда, там сидят и задрачивают, но я представляю, какие там собираются профессионалы. Ну и, естественно, люди, которые проходили в свое время Black Ops Declassified, абсолютно нихрена не поняли перед тем, как стартануть сюжетку второго Black Ops. Потому что она индивидуально раскрывает нам персонажа Рауля Менендеза. Она абсолютно никак не приплетает все те миссии, через которые прошли Вудс, Мэйсон и Хадсон. Плюсом их дела попросту закрыли. И в дальнейшем этот, казалось бы, канонный сюжет Declassified не всплывал ни в одной части серии. То есть Call of Duty, которая была создана исключительно на PS Vita. Но, тем не менее, она почему-то придерживается канонов стандарта этой серии. То есть она буквально убила все, за что игроки любят данную серию игр. Сразу говорю, хоть у меня и подгорает, но могу сказать так. Если вы никогда в жизни не поиграете или не посмотрите прохождение Black Ops Declassified, вы немного потеряете. То есть это делалось исключительно для людей, которые все-таки хотят задрочить всю серию, чем я сейчас, соответственно, потихонечку и занимаюсь. Но, как по мне, Call of Duty Black Ops Declassified это самая позорная часть серий. И несмотря на мой хейт к Vanguard, несмотря на мою нелюбовь к Warzone 2.0, я не могу сказать, что они проигрывают прям кардинально вот этому, в кавычках, шедевру. Но, тем не менее, на этом все равно стоило посмотреть. И, слава богу, у нас все-таки нет сиквела. Напоминаю, опять же, что ссылочки на используемый видеоряд я оставлю в описании к этому ролику. Там же будет полное прохождение на русском языке, если вы захотите посмотреть. Если, к примеру, вам надоест геймплей после первой и второй миссий, вы можете просто перематывать большую часть перестрела, как делал я уже при третьем просмотре, и просто мотать именно на катсцены, то есть в конце задания и в начале задания. Так вы будете оставаться хотя бы плюс-минус в сюжетке, а по геймплею вы, в принципе, ничего не потеряете в этом случае. С вами был Спектр, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Пишите, если хотите, еще разговорных видосов про эксклюзивные части серии. Например, я посмотрел полностью прохождение Call of Duty Big Red 1, и в отличие от Black Ops The Classified, мне эта часть даже плюс-минус понравилась, хотя на самом деле я бы, может, тоже не рекомендовал в нее играть. Но время покажет. Спасибо большое за просмотр, посмотрите другие ролики по Call of Duty в конечных заставках, и, конечно, играйте в хорошие игры, да и с хорошими модами. Спасибо за просмотр, всем пока.